Ильяс Раисович Задать тебе пару вопросов. Композитор, певец, а вообще как ты себя, кем ты себя видишь? Больше, конечно же, вижу себя исполнителем, музыкантом, артистом. Артистом. Что больше всего тебе, что нравится исполнять? Это больше всего, наверное, рэпом это не назовешь. Это, скорее всего, новая школа. Да, новая школа. Это больше чувство в музыке. А можешь поподробнее рассказать о своей музыкальной деятельности? Да? Что у вас конкретно? Чем ты занимаешься? Вот в каких направлениях? Это стихи. Да. Пишу стихи. Так. Свою авторскую музыку, как и аранжировку, так и полностью слова, полностью текст о своих личных переживаниях. И также на студии Творческого объединения «Туркестан» работаю звукорежиссером. Вот когда ты озвучил о своих творческих переживаниях, вот я вот видела, как ты немножко засмущался. Мне кажется, что это внутреннее, да, и без этого никак нельзя. Без этого никак. Все творческие люди, они страдальцы. Все страдают, и потом это все пишут на бумажках, да, выражают себя в песнях. Да. А вообще, какие планы творческие на будущее? Первым делом скоро выйдет клип на мою песню. Это, наверное, скорее всего, в течение месяца будет закончена и песня, и клип. Вот. Подарок нашему городу, в первую очередь, потому что благодарен, я здесь вырос. Там будут... Ты будешь один исполнителем, или все-таки будет много исполнителей? Нет, в этой песне я один исполнитель. Она посвящена нашему городу Шымкент, да? Посвящена она... Она не посвящена. Нет, да? Нет. Но это как подарок. Ну расскажи о этой песне, расскажи. Это песня про, опять-таки, внутренние переживания, про законченную любовь. Как бы это банально ни звучало, но каждый ее может написать по-разному. И исполнить ее тоже может по-разному. О чем мечтаешь? Вот какие мечты? Все-таки, наверное, о большой сцене, да, Эльяс? Как ни крути, да. В первую очередь... Плох тот, как говорят в пословице, плох тот певец, который не хочет быть самым лучшим, да, самым ярким. Без мечты, без цели просто никак. Тебя съедят без цели. Потому что нужно определенно к чему-то двигаться. В первую очередь мечта, конечно, покорить местные площадки. Дальше уже СНГ-площадки. И после СНГ-площадок уже будет видно. Эльяс, вот смотри, каждую мечту нужно подогревать. Кто подогревает твои мечты? Мое окружение. То есть? Люди, которые со мной рядом всегда. Близкие люди? Это родные, близкие. Это друзья. Это товарищи, друзья на студии. Это, наверное, скорее всего, еще те, кто помогал делать первые шаги, думаю, да? Кто помогал? Какие-то наставники были? Когда вот, знаешь, вот когда этот, Ильяс, когда этот момент произошел, что да, вот это мое, вот этим делом я должен заниматься? Ведь это же хобби, да, для тебя, насколько я правильно понимаю? Хобби это я не назову. Или это все-таки работа? И работа это тоже не назову. Тогда что это? Как работа, так и мое хобби, они слишком идут параллельно, одинаково абсолютно, по 50%. Это просто часть моей жизни, так могу сказать. Как моя работа, так и музыка. Вообще, к этому, вот к музыке, к музыке какие были первые шаги? Когда это настало, когда ты понял, что это да, вот это мое, это то, чем я хочу заниматься? Наверное, в тот момент, да, когда сердце было ранено? Скорее всего, да. Можно... Я извиняюсь, я сама задала, а ты мое ответила. Да, 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 продолжай. В тот момент, когда эмоции начинают переполнять, когда свое состояние психологическое, внутреннее некуда девать, я его нашел просто в музыке. Когда я начал писать песни для себя, просто они у меня хранились в телефоне и абсолютно никуда не выходили. Ну как, ты... Все-таки, все-таки ты до этого занимался музыкой, да? Да. Все-таки было желание, это не просто так, из ниоткуда взялось, да? Конечно. И толчок уже произошел тогда, когда я начал показывать друзьям, начал показывать близким свои песни. Они говорят, ну ты что, дурак, что ли? Ты что, талант прячешь в песне своей? Ну вот. И это был такой мощный толчок, все было полностью переосмыслено и пошел уже в музыку осознанно. А какие кумиры были вообще у тебя? И кто эти кумиры? Из кумиров это легендарные исполнители, легендарные артисты, как Фредди Меркури, это Куин, это Элтон Джон, это Битлз, это Джексон, своеобразный исполнитель, но король. Майкл. Майкл Джексон. А чем ты еще, кроме пения, увлекаешься? Вот свободное время, да, допустим, от работы, будем так называть, да, давай, будем так, от работы и хобби, да? Свободного времени бывает. Не бывает. Очень мало. Но все же. Но все же это баскетбол, это времяпровождение с друзьями. Это профессионально или это так вот? Нет, вот это можно назвать хобби. Это хобби, да. Сколько лет ты занимаешься? Уже на протяжении, наверное, восьми лет играем. Где играете? Своей командой. Играем в центральном парке, играли в Абай-парке, но в основном это центральный парк. Просто любители, никаких конкурсов, да? Просто так, для себя, для здоровья. Да. Здорово. Скажи, Ильяс, а бывают такие моменты, когда хочется все бросить, развернуться и уйти? Ну, это, наверное, момент отчаяния, да? Когда что-то не ладится, что-то не получается. Бывают, конечно, застои продолжительные. Но я к этим застоям научился относиться просто нейтрально. Они должны быть, без них никак. Потому что после застоя начинается прогресс. Например, сегодня у тебя никакого желания нет ни работать, ни заниматься музыкой. Но через неделю, например, у тебя в голове прокруется мелодия, и ты пойдешь спокойно напишешь песню. Ну, а все-таки почему эти застои возникают? Застой, наверное, возникает из-за того, что постоянно в работе. Постоянно в работе это психологически давит тоже. Ну, в этот момент всегда рядом родные и близкие. Это кто? Родители. Конечно. Да, родители. Как родители относятся к вашему творчеству, увлечению, работе? Поначалу даже я сам не с серьезным, не с самым серьезным взглядом смотрел на свое творчество. Но потом уже, когда начал писать уже активно, родители начали поддерживать меня. Они и до этого всегда были за меня вообще в общем по жизни. Спасибо им большое за это. И сейчас они меня тоже в этом плане поддерживают. И с полным серьезным к этому относятся, к моему творчеству. Ну, и, наверное, помогают, да? Все-таки. Конечно. Финансово, да? Больше психологически. Психологически. Для вас, вот вообще для музыканта, для артиста, наверное, для музыканта идеальная рабочая обстановка это какая? Идеальная рабочая обстановка это приглушенный свет, желательно вообще его отсутствие, это только свет монитора, либо же камин. Это идеальное условие. И тишина абсолютная. Тишина только я и, например, компьютер, либо какой-либо инструмент. Вот. Это идеальное условие. А обычно вдохновение приходит, когда ты остаешься наедине сам с собой, или все-таки, когда вокруг весело, когда вокруг друзья, допустим, хорошая погода, и все располагает только писать и творить? Или нет, все-таки одиночество? Скорее, одиночество. Потому что, когда ты в окружении, ты с друзьями, просто нет времени о чем-либо думать, абсолютно о серьезности. Ну, может возникнуть такой щелчок, например, могут друзья подкинуть идею какую-нибудь, но это не назвать вдохновением. Вдохновение это когда ты сидишь один, находишься один, и тут что-то тебя навеивает, либо написать, либо спеть. Ильяс, ну вот твоя вот самая заветная мечта, я знаю, что у всех людей есть обязательно мечта, но вот не каждый ее озвучивает, но эта заветная мечта, она есть. Вот расскажи о ней, есть она? Заветная мечта? Обычно она одна, и она самая яркая. Ты как композитор, все-таки как артист, я думаю, она у тебя должна быть какой-то необыкновенной. Чтобы о моем творчестве, во-первых, узнало большое количество человек, потому что не только с моего взгляда оно того стоит. Потому что такого, ну, по крайней мере, такое встречается редко на площадках музыкальных. Это прям должно, должна прям, вот, наверное, посчастливиться надо, да, чтобы посчастливилась, какая-то удача просто улыбнулась, да? Скорее всего, да. Джекпот? Ну, удача, с трудолюбием идут рука об руку, потому что без труда ничего не получится. Какой бы ты успешный, какой бы ты удачливый не был, без труда все равно это все тщетно. Ильяс, ну, я, насколько знаю, что все артисты, они такие творческие, и они всегда вот летают в облаках, они всегда, ты знаешь, в мечтах, расслабленные. В общем, они такие небольшие лентяи. Да, лентяи то, что надо. Ну, вот так, да? Ну, вот как ни говори, но, видимо, это нужно творчеству. Как себя настроить, как себя собрать? Как вот вы собираете, вот, настоящие артисты, как они собираются с мыслями и начинают, да, творить? Это вдохновение, опять-таки. Надо что сделать? Надо влюбиться. У всех разные переживания, у всех, у всех разные толчки к этому. Не обязательно влюбляться, можно и без любви. Ну, без любви... Странно, нет, все-таки, наверное, без любви нельзя. Ильяс, по-моему, без любви нельзя. Наверное, да, да? Вот мне очень хочется тебя попросить прочитать стих, да? Который ты написал. Прочитать можно с телефона? Да, можно. Это из последнего? Это из последнего. Я не губил тысячи судеб, Но был с одной весьма жесток. Словами колкими, как пики, впивался в сердце кровоток. Сказать, что я в нее влюбился, не смогу. Когда-то мог. Я от стыда чуть не убился. Не соскочил с тропы. Не смог. Та недостойна криков, брани. Она еще мала, пусть будет в тайне, каков суровый этот мир. Что в судьбах есть прораб и бригадир. Что есть дурак и умный парень. Что есть цветы, а есть гербарий. Есть гроб, земля и крематорий. Пусть не узнает, как все плохо, отвратительно и много всего уродливого здесь. Желаю быть прекрасной и пахнуть розой майской. Чтоб ухажеров не отнять, плохих пихнуть, здоровых взять. Чтоб горе ей вообще не знать. Героем будет муж и зять, а я останусь позади. В ином пространстве. В старом царстве. Я буду помнить о тебе, об изменившейся судьбе. Прости, прощай. И не взначай, не вспоминай. Спасибо большое. Здорово. Здорово. Ясно. Все-таки Туркестан группа сыграл, мне кажется, в твоей работе, в твоей жизни немаловажную роль. Все-таки помог раскрыться, раскрыть этот потенциал. Огромную роль сыграл. Во-первых, спасибо моему другу Арестану за то, что он познакомил меня с такими людьми, как Евгений Анатольевич, Роман Владимирович, Эльдар Хатамович. Это замечательные люди. Это мое окружение сейчас творческое тоже. Помимо них тоже еще ребята классные есть на студии, певцы. Просто коллектив у нас шикарный. Я вот слышу эти глубокие стихи. Это действительно такие вот из глубины души. Очень здорово. Спасибо большое, Ильяс. К сожалению, у нас очень мало времени. Спасибо, что ты был сегодня с нами этим ранним утром. Вам спасибо за то, что пригласили. Спасибо. Друзья, ну а мы продолжаем. Не переключайтесь. Все самое интересное впереди. Спасибо. 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 Спасибо.